Мой дом уютный, большой, но он всё время пустой. Я спасаюсь онлайн, душой и головой. Реальный мир за окном, но он мне кажется сном. На место хватит вполне, на виртуальной стене. Всем привет, вы на канале Биг Ньюз. Геннадий Перевердиев с ранних лет был равносторонней личностью. Умел совмещать интерес к творчеству с учёбой и находить время для развлечений. Неудивительно, что от природы обаятельному и трудолюбивому мальчику легко удалось покорить сердца зрителей и стать участником вокального проекта «Голос. Дети». Геннадий Геннадьевич Перевердиев родился 19 июня 2008 года в российской столице, Москве. Друзья и близкие называют юного артиста просто Геннадь. Он рос вместе со старшей сестрой Ксенией, которую поддерживала начинание брата. Родители рано заметили музыкальный талант будущей звезды и отвели его в Академию популярной музыки Игоря Крутого, где и началась сценическая карьера мальчика. Но на этом Геннадь решил не останавливаться и принялся осваивать игру на саксофоне. Учёбу мальчик тоже не забросил, ведь он обещал матери и отцу получить серьёзную профессию, поэтому стремился стать лучшим в физико-математической школе. Он снимался на местном телевидении, проявлял интерес к космической тематике, а в свободные минуты создавал собственные мультики. Среди первых успехов Геннадия, о которых стало известно благодаря страницам в социальных сетях, участия в шоу-группе «Академики». Параллельно он выступал в составе дуэта «Дикие гитары» вместе с Олегом Сериковым. Мальчики стали известными благодаря участию в таких музыкальных состязаниях, как «Детская новая волна» и «Детское евровидение». Уже в 2015 году Перевердиев пел на сцене песни года в составе хора Академии Игоря Крутого. Год спустя у певца появилась фан-группа во Вконтакте, участников которой начали ласково назвать генчиками. Чтобы увеличить активность, в ней проводились конкурсы и викторины на знания биографии маленькой звезды. В этот период мальчик продолжал выступать в составе хора «Новая волна», пел на одной сцене Саня Лорак и Колей Сергой, появился в эфире программы «Зеркало для героев». Позже Гена поучаствовал в шоу «Горячая десяточка» на телеканале «Карусель», а как участник дуэта «Дикие гитары» артист поборолся за победу в битве талантов. В 2017 год исполнитель начал с выступления в рождественской песенке года. Также он снялся для заставки шоу «Ты супер», которое стартовало на НТВ. В тот же год Перевердееву выпала возможность попробовать себя в качестве ведущего танцевального фестиваля «Светлана», с чем он блестяще справился. В следующий год певец почти не был активен в сети, зато он выступал на телевидении. Гену пригласили стать гостем детской программы «С добрым утром, малыши», где мальчик рассказывал о своих увлечениях и достижениях. Там же он исполнил авторский трек «Брат». Вскоре артист решил создавать песни в жанре фанк-рока и собрал группу, которая получила название «Rock Hot Dog». Юные исполнители начали выступать на сцене, самостоятельно сочиняя слова и музыку для своего репертуара. Чтобы заниматься продвижением своего творчества, Геннадий создал канал на YouTube, где делился интересными лайфхаками, рассказывал о себе и снимал видео о хобби. В начале 2020 года на первом канале начался показ вокального шоу «Голос дети», участником которого стал и Гена. По словам мальчика, он пришел на проект не ради победы, а чтобы показать себя и попробовать свои силы. На этапе слепые прослушивания артист решил удивить судей композиции «Натуральный блондин» из репертуара Николая Баскова. Песня была выбрана не случайно, ведь Перевердиев имеет от природы светлые волосы, которые вьются мелкими кудряшками, из-за чего он выглядит младше своего возраста. Аббаста отметил, что мальчик словно пришел на сцену «Голоса» из XIX века. Оценить талант певца по достоинству смогла только Полина Гагарина, которая повернулась к нему ближе к концу выступления. В процессе общения с жюри Геннадий поделился своими музыкальными вкусами и исполнил отрывок из песни из репертуара группы «Рок Хот Дог». Но на этапе поединков Полина Гагарина выбрала Артема Фокина. Сейчас артист продолжает творить, пополняя копилку достижений. 20 марта он выпустил новый трек, в котором в жанре рэпа рассказал о своем опыте участия в проекте «Голос». Поклонники поддержали его на страницах в Инстаграме и во Вконтакте, где он делится новостями и публикует фото. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова